Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полонского! Ну что, чмобики! Не только вас кинули с деньгами, то есть вам не платят зарплаты, обещанное довольствие, вас с этим всем кинули. Конечно, у вас горе, вы рассчитывали украинских женщин и детей убивать за хорошие деньги, но вас швыранули, как говорится, с деньгами, и вы не получаете даже одной десятой того, что вам обещали ваши хозяева. Но не только с этим вас кинули, вас еще кинули и с банковскими кредитами. Не секрет, что вы едете убивать украинских женщин и детей, еще и с тем, чтобы погасить свои долги различным расистским банкам. Так вот, вам, как лохам последним, обещали то ли погасить ваши кредиты, то ли каким-то образом их аннулировать, то есть сделать таким образом, чтобы вы их не платили. Думаете, это так будет? Даже не мечтайте. Отдадите все до копеечки, еще и с процентами. Вот какое письмо, кстати, это письмо сейчас есть у нас на телеграм-канале, ссылочка снизу. Так что заходите, читайте, любуйтесь. Общение с банком, в данном случае банк Тинькофф. Есть у вас там такой банк, слава богу, у нас его нет и никогда в жизни не будет. Вот, но банк мерзопакостный, такой же, как и все в вашей недостране. Итак, одна какая-то барышня, видимо, отправила своего мужа убивать женщин и детей, быть убийцей и фашистом в Украине. И интересуется, что же, какие же выгоды она получит от этого банка за то, что ее муж стал фашистом и эсэсовцем. Добрый день, расскажите подробнее о подсрочке по кредиту для мобилизованных. И банк ей популярно рассказывает. Евгения, здравствуйте, при мобилизации отсрочка только переносит платеж, а сам платеж остается. Задолженность никуда не денется, а проценты продолжают начисляться. Привет, лохам. Кроме этого, когда программа закончится, ваш платеж может еще и увеличиться. Вот в чем тебе дело. То есть не будешь платить сегодня, завтра тебе накидают еще денег по этому кредиту. Можем предложить оплачивать как обычно, чтобы не переплачивать лишнего. Также можете попросить родственников некоторое время оплачивать кредит за вас. То есть ты пошел лохопед воевать, убивать людей для того, чтобы погасить свой кредит, а он никуда не делся. Этот кредит еще и растет, еще и родственники за него будут платить. Вот как хорошо. Или возможно они помогут погасить вам эти родственники. Сразу всю задолженность. Какая красота. У каждого должны быть родственники-миллионеры. Есть ли у вас такая возможность? Если думаете, что я выдумал, пожалуйста, заходите в телеграм-канал к нам. Ссылочка снизу. Читайте. Балдейте от этого. Вы знаете, я это говорю не потому, что мне жалко каким-то образом могилизированных негодяев. Конечно же нет. Мне их не наюту не жалко, потому что человек, который боялся дубинки путинского полицая и лезет под хаймарс, который его разорвет на клочки, или там под украинский танк, который по нему просто проедет как по асфальту. Но этот человек не достоин никакого совершенно уважения, кроме того, что этот человек идет убивать женщин, детей, стариков. Ну, как обычно делают расисты. Поэтому никакой жалости и никакого сочувствия у меня к этим людям нет. И, конечно же, быть не может. Речь идет о другом. Как расист расисту, как обычно, волк. И если расист расиста не кинет как следует, и не втопчет расиста в грязь, он тогда расистом не будет. Слава Украине!